Этот сюжет по праву можно назвать песочным. Белый, желтый, коричневый, синий и красный. Природный материал на стенах в выставочном зале буквально повсюду. Каждая работа представлена фотографией, ведь отправить песочные картины в творческий тур по странам невозможно. Свыше 30 фотоснимков эффектно запечатлелись под плотным стеклом. Идея создания необычной экспозиции возникла в 2015, и вот уже два года выставка активно путешествует по пяти странам. Это Литва, Молдова, Россия, Украина, Беларусь. Больше двух лет художники песочной анимации из разных стран активно общаются между собой. То есть у нас некое сообщество, тусовка виртуальная, где мы все обсуждаем, там проблемы, успехи, критикуем друг друга, чтобы расти профессионально. И вот в таком вот живом общении у нас возникла идея, надо что-то сделать совместно. Фестивали есть, выставок нет. Но организовать саму выставку, вот этот невероятно трудный процесс, 38 художников, заставить в сроке прислать работы, описание себя, ну это вообще непросто было. Всего в творческом туре 31 город. Удивительные изображения призваны рассказать о многом. О том, как многогранно и изумительно искусство рисования песком. О том, почему это направление творчества сегодня настолько популярно и не только. Удивительно, что во многих работах я даже для себя увидела связь с самим названием «Вне времени». Здесь можно работы разделить по нескольким тематикам. Мы не сговаривались, но так получилось. Тут есть вечное «Вне времени» чувство, дружба, любовь. Тут есть вещи, которые так же ценны, как природа. То есть здесь можно увидеть очень многое, разглядывая эти работы. То есть само название – это название автора. Но я просто слышала отклики людей, которые приходили. Они в этих работах видят даже больше, чем, возможно, автор хотел показать. Вот в этом волшебное свойство песка. Город Анбугом стал второй по счету остановкой международной экспозиции в Беларуси. Мастерство рисования природным материалом на суд ценители пескографии и просто любители представили 38 художников из Беларуси, России и Украины. Занимаюсь пескографией 7 лет. Ну, вдохновляет сама жизнь, вдохновляет семья, вдохновляет друзья. То есть я точно не могу сказать конкретно, откуда беру вдохновение, но вдохновляет и сам песок. То есть это живой материал, и он каким-то образом успокаивает. Здесь присутствуют две мои ученицы, которые будут демонстрировать свое творчество. И, конечно, да, это подрастающее поколение, это радует. Я преподаю это творчество в творческом центре Малмала, и учеников достаточно. То есть, да, подрастающее поколение тоже интересуется. Этим мастерам под силу оживить песок и, играя с ним, создать настоящие шедевры. Ветер перемен, умирающий лебедь, мастеры Маргариты, орхидеи, русалки. Песочные экспонаты наполнены разными смыслами и настроениями, познакомиться с которыми есть возможность у каждого брещанина.